Особое время, особые меры. Здравствуйте! Сегодня я хочу поговорить о том, как защитить себя от коронавируса, если вам надо выйти из дома, или же если вам предстоит дорога, как нам сейчас с дочкой. Но я думаю, что через камеру вы от меня ничем не заразитесь, поэтому я могу частично снять обмонтирование. И сегодня я хочу обсудить с вами правила безопасности, как максимально себя защитить от коронавируса, если вы выходите из дома. Первое. Это перед выходом очень важно подготовиться. Убрать волосы максимально, чтобы волосы не лезли в глаза, в нос, в рот. Потому что если вам на волосы впадет вирус, там чихнет рядом или еще что-то сделать, то волосы в итоге могут попасть вам в лицо, когда вы будете раздеваться, в глаза, в нос, и вы можете заразиться. Да, вот я сегодня была в иммигрейшене, у меня вот отметка, что у меня нет температуры. Ставлю такие печати в Таиланде. Дальше одевайте одежду, которая как можно меньше складок и всего остального. И желательно, чтобы закрывались волосы. Кроме того, что вы собираете все волосы, также сверху надеть какой-то капюшон или что-то такое, чтобы закрывало волосы. Шапка, капюшон, что-нибудь простое. Для этого маски. Можно надеть хирургические маски, но если они свободно лежат, лучше немножко завязать резиночки, чтобы она прям плотно-плотно-плотно прилегала к лицу. И также лучше всего закрыть глаза. Для этого можно использовать прозрачные очки. Есть также в традиционных магазинах поддаются очки или вот такие вот штуки, которые закрывают от попадания лица всякой пыли строительной. В Таиланде они еще в некоторых магазинах есть. Дочке я купила вот такую вот маску. Уже не было с прозрачным стеклом. Это я заказала через интернет, через шоппинг-приложение для покупки товаров. Ее обычно используют для мотоцикла, но здесь сначала одевается вот такая вот маска, потом одевается сверху эта. И когда мы будем лететь домой, я уверена, что моя дочка, она не сможет руками-то лезть ни в нос, ни в рот, никуда. Потому что у нее будет маска, которая будет ее защищать. Потому что так она уже контролирует, но стоит у нее перносить. Я вижу, что у нее уже или она в носу ковыряется, или она в рот что-то тянет. Хотя ей уже 6 лет, взрослая девочка. Но вот все равно не уследишь за ней. А такая маска, она позволит полностью обезопасить. И я буду уверена, что мне не надо постоянно смотреть прицельно на ребенка, не ковыряется ли она в носу, или не порезала еще куда-нибудь в кампе. Потому что она не может ни глаз почесать, ничего. Также я использую, когда я попадаю в места сейчас скоплений людей. Вот я сейчас была в иммигрейшене. Там хоть и есть дистанция от около метра, но все равно людей очень много. Лучше одевать вот такие респираторы. Они очень сильно давят на лицо. Тут остаются красные пятна в итоге на носу, особенно если нос выдающийся. В них тяжело дышать, но они плотно прилегают. И они точно не пропустят никаких частиц вируса. Вот. Именно с пометкой 3М. Что еще мы можем сделать? Перед выходом из дома смазать нос бальзамом. То есть под маску смазать нос бальзамом. Это официальные бальзамы. Они у меня вот уже открыты. Я пользуюсь когда одним, когда вторым. Официальный бальзам ингалятор. Они практически не жгут, но содержат противовирусные. Эфирные масла, которые дают защиту. Ну, можно говорить, что это все фуфло. Но по факту, когда мы идем в госпиталь обычно. И в период эпидемии смазываем себе очень хорошо под носом. Немножко заходя в нос этим бальзамом. Обычно мы ничего не цепляем. Кто бы там рядом ни чихал, ни кашивал. Потому что коронавирус, он все-таки тоже вирус. И обычные меры для защиты от вируса, они должны быть эффективными. Дальше. Очень важно иметь с собой санитайзер. Это вот гель для рук на основе спирта. Вот. Мы смогли достать 50 штук вот таких санитайзеров. Завтрашнего дня мы будем в подарок ложить эти санитайзеры. Потому что если я их выложу в продажу, какой-нибудь умный придет, их все заберет. Мне это не надо. Поэтому один санитайзер в руки. Не надо, пожалуйста, делать много заказов, где будет. Если, допустим, у вас заказ, да, особенно у вас любят делать ревизаторы СП, чтобы собрать больше заказов, они делают кучу мелких заказов. Говорят, объедините, пожалуйста. Нет, нет, так не будет, извините. Один санитайзер в руки. На один заказ один санитайзер. Не больше. Я не хочу просто допустить спекуляцию этим всем. Потому что сейчас очень многие наживаются на этом. Поэтому мы будем дарить подарок нашим клиентам, кто делает заказ от 3000. Также, что вы можете сделать, если у вас дома есть вот такая вот пшикалка. Это вот от комаров средство тайское. Если у вас есть там, где уже заканчивается средство, выливаете и заливаете, вот я взяла, медицинским спиртом. Заливается там медицинский спирт. И по возвращению домой, то есть, когда вы в процессе, да, где-то находитесь, после, каждый раз, когда вы взяли за дверную ручку, лучше сразу обработать руки санитайзером, если у вас нигде не стоят. В Айланде, где в торговых центрах стоят санитайзеры возле лифтов. На каждом шагу стоит санитайзер, ты можешь после того, кто потрогал, деньги потрогал, ручку потрогал, еще что-нибудь обработать тут же руки. Также, в период эпидемии, я рекомендую убрать ногти. Потому что, если вирус пойдет под ногтями, при мытье рук это сложно промыть. То есть, если у вас нет специальной щеточки, или же вы ухаживаете тщательно за ногтями, со щеточкой моете руки, или же вы снимаете ногти. Лучше, конечно, это снять ногти и ходить без ногтей. То же самое насчет украшений. То есть, сейчас на мне вообще нет никаких украшений. Потому что вирус на поверхности украшений живет дольше всего, по статистике. Я не знаю, правда или нет, но были исследования ученых, которые показали, что коронавирус очень долго живет на железе. Поэтому постарайтесь обойтись без украшений, когда вы выходите на улицу. Ну и вообще без макияжа и прочих вещей, чтобы у кожи... Ну, можно защитные какие-нибудь кремантии, бактериальные на лицо наносить. Для того, чтобы предотвратить заражение. Но, опять-таки же, лучше всего, конечно, без крема. И сразу после прихода домой можно перед заходом в дом обшикать себя спиртом. Поэтому лучше одевать такую одежду, которая не боится спирта. Я вот не знаю, насчет кожи. Кожаных изделий вроде как не рекомендована кожа, потому что она пересушит. Поэтому лучше одевать текстильные. И текстильные перед входом просто себя как духами со всех сторон обильно обшикивать спиртом. Положить верхнюю одежду, у кого сейчас холодно, в сторону в отдельно. Лучше сразу выяснить на балкон, чтобы она полетилась. Можно на солнышко. А всю остальную одежду, в которой вы были в течение дня, лучше простирать. И перед тем, как обнять близких, очень важно поменять одежду. И очень важно также принять душ с антибактериальным средством для душа. Или мылом. Но желательно, чтобы мыло было на коже не меньше 20 секунд. То есть руки помыть, открытые все части тела хорошо промыть, чтобы все было чисто. И только после этого уже можно обнимать, целовать своего ребенка. Как известно, от коронавируса умирают те, у кого слабый иммунитет. Поэтому, если вы позаботитесь о своем иммунитете, то даже если вы подцепите этот вирус, он пройдет у вас гораздо-гораздо мягче. Внизу под видео я оставлю ссылку на статьи, где я описываю средства, которые помогут, которые рекомендуют Министерство здравоохранения Таиланда для укрепления иммунитета. И для того, чтобы, если вы даже подцепите этот вирус, вы легко его перенесли с минимальными симптомами. Если быть кратким, это кардицепс, это маринга, для профилактики их можно пить. Это горькая дыня. Сейчас, с сегодняшнего дня, я ее добавила в ассортимент. Также это килиек. И еще есть небольшой список трав. Вы можете это прочитать в статье, о которой я говорила. Также очень хорошо помогает дыхательная гимнастика. Начинайте уже сейчас делать дыхательную гимнастику. Ссылку на видео, обучающих дыхательной гимнастики, я тоже оставлю внизу под этим видео. Почему дыхательная гимнастика рекомендована? Потому что, когда вы начинаете практиковать дыхательную практику, вы используете все отделы легких, вы насыщаете свои легкие и свое тело кислородом, вы убираете застойные процессы в легких, которые есть у людей, которые дышат одним отделом легких, не используя полностью весь объем. Те легкие, которые мы не используем, там начинаются застойные явления. И чтобы улучшить, повысить местный иммунитет легких, очень важно начинать делать дыхательные упражнения. Пожалуйста, берегите себя. Старайтесь питаться максимально здоровой пищей. Перестаньте пить и курить. Не ослабляйте свой иммунитет своими же руками. И, пожалуйста, я вас очень прошу, не выходите из дома без надобности. Пересидите пару недель дома. Пусть эпидемия спадет. Позаботьтесь о себе и своих близких. Даже если вы чувствуете себя здоровой, вы можете быть переносчиком, и вы можете принести заразу в дом к своим пожилым родителям, бабушкам, дедушкам, которые находятся в зоне риска. Берегите себя и своих близких.